Губернатор края Олег Кожемяка посетил новые объекты, сделанные в рамках ТОС. Один из них – реконструкция лестничных маршей на придомовой территории памятника градостроительства и архитектуры Дома лейтенантов Техокеанского флота. Это дом офицера ТОПа. Мы нашли первые фотографии первых жильцов этого дома. И хотим потом на этой опорной стене сделать как панно, чтобы это было знаковое историческое место. Вот там под убрать, да? Конечно. Далее Олег Кожемяка побывал на улице Тунгусская, 69, где одноименный ТОС реализовал проект спортивной игровой площадки «Мечты сбываются», а также сделал сквер с лавочками и качелями с панорамным видом на город. Город весь на ладони. Вид-то здесь замечательный. Красиво сделали вот эти качели для детей. И не только. Для взрослых и для взрослых. Конечно, для взрослых, да. Мы любим качаться с видом на город. В дальнейшем вокруг площадки планируется озеленение территории, установка дополнительных лавочек для отдыха родителей, камер видеонаблюдения. Здесь это уже четвертый проект. Люди поверили в себя, поверили в эти возможности. Поэтому мы расширяем и количество участников в территории общественного самоправления, увеличиваем суммы, которые единовременно может получить эта организация. Но мне кажется, что надо больше доверять людям, больше передавать денежные средства, чтобы они сами определяли те проекты, которые наиболее нужны. Губернатор края побывал на новых объектах в преддверии форума общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе». На мероприятии подведут итоги работы 2023 года, а также разработают план на текущий год. Форум, который пройдет, это как раз те новые решения, которые мы приняли по расширению участников территории общественного самоправления, по увеличению новых жителей. И вот такие примеры для нас важны, чтобы посмотреть и показать людям, как может преображаться их двор, как может преображаться наш город. Отметим, что по поручению губернатора края Олега Кожемяка в Приморье стартовал конкурс грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Прием документов продлится до 16 февраля. Жители края могут выиграть до полутора миллиона рублей на благоустройство придомовой территории, установку детской или спортивной площадки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. По ТОСам, поэтому... По ТОСам, поэтому... По ТОСам, поэтому... По ТОСам, поэтому...